Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект ХайТек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня штрафуем и заряжаем. А у яблочников опять штраф. В этот раз на Apple снова наложено взыскание за нарушение патентных прав. Так решил суд Техаса. Суд этого американского штата постановил, что корпорация должна заплатить 300 миллионов долларов за патент Optis. Речь о нарушении патентных прав, которые связаны с услугами LTE на таких устройствах, как iPhone или iPad. Ранее по этому делу уже было присуждено больше 500 миллионов долларов. Но тогда судья назначил выплату компенсации за возможные потери бизнеса компании Optis. Сама пострадавшая сторона, то есть Optis, также судится с Apple в Великобритании. Там ее юристы надеются получить 7 миллиардов долларов за кражу интеллектуальной собственности корпорации Apple. Конечно, купертинцы будут отчаянно сопротивляться. Они уже и сами подали на Optis в суд. Обвиняют компанию в том, что она является так называемым патентным троллем, потому что существует только для того, чтобы судиться с другими компаниями. Как бы то ни было, штраф уже наложен, а как известно, накладывают их на корпорацию, а платят их покупатели ее продукции. Пальцами можно зарядить умные гаджеты. Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали тонкие и гибкие элементы, которые можно носить на кончиках пальцев и с их помощью генерировать небольшое количество электричества, когда человек потеет или надавливает на что-либо. Устройство работает, даже когда пользователь спит или сидит неподвижно. Оно генерирует дополнительную мощность от легкого нажатия пальцами, поэтому такие действия, как набор текста на клавиатуре, компьютера или на смартфоне, компьютерные игры с джойстиком или игра на пианино, также могут стать источниками энергии. В городе Сарани Карагандинской области абитуриентов в колледж завлекают цифровыми разработками. Выпускники-программисты для будущих студентов придумали мобильные стенды агитации. QR-код дает возможность получить много интересной информации о местном колледже и о специальностях, по которым в нем можно получить образование. Такой стенд можно просто разместить в людном месте, и желающие смогут оформить все документы для поступления самостоятельно. Денис Коломоец — выпускник Саранского гуманитарно-технического колледжа. Он уже успел получить высшее образование и устроиться работать в родной альмаматор. Вместе с единомышленниками-программистами он решил упростить процесс агитации абитуриентов. В период пандемии и санитарных ограничений разработка пришлась как нельзя кстати. Совместными усилиями изготовили стенд. На его экране можно увидеть яркие картинки и основную информацию о колледже. Еще больше информации можно получить, если отсканировать соответствующий QR-код. Мы это сделали для того, чтобы не загромождать стенд лишней информацией, потому что информации много, и если ее всю закинуть на стенд, то он становится нечитабельным. На стенде вынесены три QR-кода. Один QR-код у нас отвечает за специальности, которые есть в нашем колледже. Второй QR-код, он служит больше для абитуриентов, для их информирования, какие документы им нужны для поступления в наш колледж. И третий QR-код, он ссылается на сайт колледжа, где можно прогуляться по виртуальному 3D-туру нашего колледжа. Этот 3D-тур позволяет осмотреть все четыре этажа учебного корпуса вместе с лабораториями и профессиональными мастерскими. Для создания тура мы сделали порядка 100 фотографий. Самое сложное было, это сфотографировать аудитории так, чтобы свет падал, не сказал картинку. Для каждой аудитории мы использовали по 8 фотографий. Эти фотографии мы склеили между собой так, чтобы у нас получилась панорама в 30-60 градусов. Пару недель ушло на сбор, обработку и систематизацию информации. И вот виртуальная экскурсия доступна всем желающим на сайте учебного заведения, а мобильный стенд установили в фойе. В планах изготовить несколько таких стендов, чтобы можно было разместить агитационные материалы для абитурентов в магазинах и других людных местах города. Создавайте новое и пишите на нашу почту. Рассказывайте о своих проектах, мы покажем их в эфире. На сегодня все. Смотрите хай-тек. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова